Ефим, вы оказались в Чехии в тот год, когда студент Ян Палах, протестуя против ввода советских танков и подавления пражской весны, совершил акт самосожжения. Какой была реакция чешского общества на этот поступок? Ортодоксальные сталинисты в стране, которые вернулись к власти на советских штыках, на танках, просто. Они стали ставить под сомнение смысл его самосожжения, его самопожертвования, выставляя нелепые теории о том, что его правые оппортунисты, как они называли тогда реформистов, не просто подговорили, но и убедили в том, что он польет себя каким-то холодным огнем, как они говорили, жидкостью, которая вызывает холодный огонь, и человек при этом не чувствует никакой боли, и никаких следов не остается, якобы, чтобы спровоцировать население. Многие интеллектуалы тогда его поступок не понимали или даже осуждали, говоря о том, что это не наша культура, это не европейская культура. Это было нечто перенесенное из буддийской культуры Юго-Восточной Азии сюда, на ту почву, где всегда ценилось активное сопротивление. И я, признаться, в те годы предпочел бы активное сопротивление чехов и словаков, а не самосожжение. Но ведь акты самосожжения и подобные поступки, они были и до смерти Палаха, и после. Здесь можно вспомнить и Василий Макухов в Киеве, и вот самосожжение Ришарда Сивица в Польше. Это же все происходило в этот же год, 68-69. Почему именно Палах стал символом вот этого желания чехов вырваться и стать неким символом свободы и сопротивления чешского народа? Два обстоятельства. Чехославское общество было еще относительно свободно, и там невозможно было, нормализация только начиналась, невозможно было проигнорировать акт самосожжения, крайне необычный для чешского общества и для культуры европейской. Невозможно было проигнорировать в то время, как в других тоталитарных обществах, проигнорировать, как оказалось, можно. Второе обстоятельство. Он сделал это, как говорится, в свете камер, в фокусе всех информационных агентств, которые интересовались событиями в Чехословакии гораздо больше, чем спокойствием в Польше или на Украине. Феноменально, что акт самопожертвования, который вроде бы не удался, вроде бы ему не удалось поднять народ, не пошли за ним факелы номер 2, 3, 4 и 5. Только один парень, 19-летний, Ян Заяц, последовал за ним. Вроде бы бессмысленное самопожертвование, пока шли годы и коммунистический режим терял динамику и свой вообще смысл существования, этот акт становился все более и более значительным исторически. И созрел до такой степени, что через 20 лет после самосожжения начались протесты, посвященные этой дате, самосожжению Палыха, о чем он, разумеется, не мог вообще подозревать. Этот акт, вроде бы вначале бессмысленный и бесплодный, овладел обществом настолько, что сейчас не только есть площади и улицы, и школы, и университеты его имени, но он стал национальным героем, подобно Яну Гуса. Вы говорите про образцы героизма, а вот в наше время, как вам кажется, в эпоху социальных сетей, Инстаграма, Фейсбука и так далее, подобный акт имел бы такой вот резонанс? Ведь сейчас достаточно легко привлечь к себе внимание. Я думаю, что в мире, где достаточно легко привлечь к себе внимание, как раз и не совершаются такие акты. Потому что он был актом сверхнормальным. Нечто, что выходило за рамки обыденного, мещанского или даже просто поведения населения. Выходило за рамки. Сейчас очень сложно в этой ситуации, когда легко привлечь к себе внимание. Оно будет сиюминутным, но оно будет однодневным. Ведь мы же свидетели того, что вся информация имеет однодневный характер. Завтра она будет вытеснена другой, может быть, столь же важной, а может быть, столь же неважной, бессмысленной, шелухой дня. Дневной пеной, как сейчас говорят. Будет вытеснена информационным шумом. Дневной пеной.